Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие и редкие. Сегодня с вами снова я, Тереза Надя. И сегодня я делаю обзор вот такой вот вандерольки от Male Art Inspiration. Думаю, многим знаком этот кисик. Я просто обожаю этот паблик, обожаю этот магазин. Могу там просто часами сидеть, смотреть и просто, не знаю, вдохновляться, да, и страдать. Над разными штуками, которые они продают. Посмотрите, какая потрясающая марка здесь была. Обязательно отсюда себе их вырежу и наклею куда-нибудь. Вот так, здесь у нас шел товарный чек на два листа. Все у нас получилось на сумму вместе с доставкой 1075 рублей. Вот, и здесь даже написано с любовью. Male Art Inspiration, 2017 год. А вот дата, дата, наверное, не написано. Итак, у нас здесь 24 предмета. Все цены здесь написаны. Да, кстати, вот, 25 января. Ну, я же говорю, в конце января делала. Вот, и здесь очень много всего самого интересного. Думаю, вам будет интересно посмотреть. Упаковано, как всегда, все потрясающе. Я делала первый раз на них заказ. До этого смотрела очень много разных обзоров, посылок от этого магазина. И люди всегда были в восторге. Надеюсь, что я тоже буду в восторге. Так, под упаковочной бумагой была еще вот такая упаковка. В картоне все крепко здесь лежит. Вижу уже вот такие вот милые валентинки. Очень-очень классные. Также здесь у нас идет мой заказ. Сейчас я постараюсь аккуратно вытащить и вернусь к вам. Итак, вот такая вот кучка. Сейчас будем с вами разбирать. Вот здесь у нас несколько листов. Это у нас вот краска панорама. Двухметровая. Да, да, двухметровая. Затем идет вот такая вот раскраска открытки на тему еды. Следуя за белым кроликом серия называется. Так, давайте посмотрим, как это выглядит. Вот упаковка. Сзади показаны открытки, которые здесь есть. Обложка, которая тоже является открыткой по сути. И тут вот такие вот у нас открыточки. То есть их уже можно отправлять тут же. Раскресил и отправил. Либо прям так, чтобы человек сам мог тоже ее раскрасить. И у себя хранить. Очень красивые здесь рисунки. Шиширский код есть. Ну да, здесь на тему Алисы я так и думала. Вот так что вот такая вот раскрасочка у нас. Очень красивая. Далее тут наклейки, о которых я не могла пройти. Они просто потрясающие. Вот такие вот акварельные. Очень часто вижу их в Инстаграм. И здесь есть адрес автора. Они очень красивые. Вот такие вот. Еще один набор открыток раскрасок. У нас уютные моменты серии называются. Вот так вот она выглядит сзади. Я не буду ее сейчас открывать. Оставлю для отдельного обзора. Потом вы посмотрите. Вот такие вот наклейки. Очень давно хотела в виде декоративного скотча. Но они идут вот такой вот ленточкой. То есть для одинарного оформления. На тему Русь. И это, скорее всего, кжель. Как я понимаю. Ну очень красиво. Вот подносы такими видами расписывают. Безумно красивые. Вот эти вот черные. И вот эти вот цветы. Очень давно хотела такие. Также идут вот такие вот наклейки. Пар Авиан. Они как в виде марочек таких. Их наклеивают, когда посылка или письмо доставляют с авиапочтой. Но я взяла просто для декоративного оформления. Далее вот такой вот мини-набор скраб-бумаги. Голландские мотивы. Очень его хотела. Он 14 на 5. 14 на 5. 14,5 на 14,5. Здесь 19 листов. И здесь безумно-безумно красивое оформление. Также я не удержалась и не смогла пройти мимо наклейок на тему Звездных Воин. Очень они мне нравятся. Очень красивые. Жалко, конечно, что здесь только Дарт Вейдер и ее штурмовик. Ну, также Йода есть. Жалко, нету Хана Солы, нету Леи. Вот. Хотелось бы тоже с ними наклейки. Но эти тоже очень классные. Далее вот такие вот два листа наклейок на тему почты. Здесь Почта России, Почта Радости. И здесь просто такие вот почтовые. Здесь у нас Париж в основном. Но тоже очень красивые. Еще один лист наклейок на тему Руси. Здесь у нас не написано, но он назывался Русь. Да, это я прекрасно помню. Тоже вот они, просто списанные подносы. Мне кажется, что очень красиво тоже будет делать тематическую тему. Ну, тематический этот ворот в дневнике. Далее идут вот такие вот наклейки на тему разных, как будто бы использованных марок со штампами. Потом идет морская тема. И идет вот такая вот лавандовая тема. Так, давайте сначала посмотрим вот эти вот наклейки отдельные, которые я заказывала. А потом будем рассматривать, что пришло в конвертах. Итак, здесь довольно много наклейок. Вот такие вот цветочки есть. Затем у нас есть кролик вот такой. Лисичка. Еще один кролик. Лисичка. Лисичка. Далее у нас идёт конветик от АТС. Сейчас посмотрим. Такие вот теги здесь у нас. Очень красивые. Далее у нас идут такие вот наклеечки. Очень качественные. На тему грибов, бабочек. В общем, леса, я бы сказала. В этом наборе у нас шли бабочки. В том у нас шёл лес, разные грибочки и так далее. Здесь у нас идёт набор открыток на разную тоже лесную тему. Всё это я сделаю в отдельных видео, где я буду показывать только то, что было здесь. Вот такие вот два конверта с китами крафтовые. Очень красивые тоже. Буду в них отсылать письма. И теперь тоже самое интересное. Это открытки на тему ботаники. Разные здесь у нас цветы. Тоже потом сделаю обзор. И второе у нас это на тему грибов. Тоже очень давно хотела. И также сделаю на них отдельный обзор. Так что вот такая вот посылочка вышла. Очень-очень объёмная. Вроде бы всё такое маленькое, но так много всего. Вот. И надеюсь вам понравилось. Надеюсь вы что-то просмотрели. Постараюсь оставить также все ссылки под видео. Если я их найду все. Вот. И постараюсь оставить примерные цены также. Да. В блоге сделаю отдельный обзор с фотографиями каждого товара. И там тоже подпишусь и оставлю ссылочки. Так что ждите. Всех целую. Обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.